Особое внимание на выездном заседании Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования уделили больнице железнодорожников, которая до сих пор не открыла ковидного отделения. Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам медицинской помощи подчеркнул, что такая ситуация сложилась не только в Одессе, но и по всей Украине. Больницы Укрзалезницы выделили 60 миллионов гривен, чтобы переоборудовать палаты и запустить более 300 ковидных мест. Сейчас готовы только 40, но и они не работают. Восени они знали постанову уряда, что эта лекарня должна в Одессе, в Одесском регионе, принимать хворых на ковид. Лекарня, которая имеет 300 лижек, не помогла, имея деньги, подготовить всего 40 лижек. И только в квитне они заявили, что у них не хватает электричества, чтобы там работали кислородные концентраторы. Руководству железнодорожной больницы поставили задачу в 10-дневный срок открыть 100 коек для больных коронавирусом. Кроме того, нерешенные проблемы остаются кислородные концентраторы, ведь спрос на них сейчас гораздо больше, чем производство. Поэтому было принято решение, кроме ОПЗ, где производство кислорода уже налажено, задействовать также компанию Криопром. Чиновники отмечают, без концентраторов новые ковидные койки, которые планируют открывать, не нужны.